Zuprim. Датский игрок, который поставил себе цель пройти все демоны в игре. Игрок, который прошел Stereo Madness и за считанные месяцы дошел до экстрим демонов. Это легендарная история игрока Zuprim. А перед началом я хотел бы порекомендовать вам GD Rush. Это небезызвестный приватный сервер, который работает больше года на GD-хостинге, лучшем хостинге для GD. GD Rush располагается на втором месте в топе серверов. Также скоро будет турнир, у которого призовой фонд составит 1000 рублей. Сервер имеет эксклюзивный текстурпак, который будет улучшаться. Заходите, ссылка в описании. Zuprim'а зовут Крис. Ему 19 лет, он из Дании. Все началось в октябре 2019 года. Zuprim прошел основные официальные уровни и приступил к простейшим демонам. Первым стал The Nightmare за 250 попыток. Также легко дались The Lightning Road, X-Step версия 2 и Demon Mixed. На эти уровни он тратил всего несколько часов. Пятым демоном он прошел официальный клап-степ, который уже не казался таким простым. После изи-демонов Zuprim постепенно перешел к медиум-демонам. Удивительно, но это было уже на второй неделе игры. 27 октября 2019 года Zuprim прошел все официальные уровни. На все это ему понадобилось более 100 часов и 20 стримов, которые он и в дальнейшем будет проводить при прохождении всех демонов. Его скилл рос невероятно быстро. Уже в ноябре он прошел 5-минутный медиум-демон Беру и перешел к хард-демонам. Первым демоном этой сложности у него стал Nine Circles, пройденный за 9,5 тысяч попыток. Этим он показал свою выносливость. Всего за месяц игры пройти уровень со сложными таймингами и узкими проходами на волне. Это достойно уважения. На протяжении всех прохождений у игрока был план по демонам, который ему нужно было пройти. Он не отклонялся от него. За 10 тысяч попыток Zuprim прошел свой 6-й хард-демон Fairy Dust. А с прохождением некогда очень сложного Deadly Clubstep к игроку приехал его 240-герцовый монитор, что дало ему огромный скачок в скилле. Начался 2020 год. Первым инсейн-демоном для Zuprima стал Diabolic Force. Демоны стали проходиться намного быстрее. Windy Landscape, Acropolis, Poltergeist. На все это уходили считанные дни. 49-м демоном стал Некрополис. И первый путь в прохождениях неэкстремальных демонов закончился. На зимних каникулах Zuprim решил начать проходить свой первый экстрим-демон. Идеальным вариантом для этого стал Нифлхейм. Тогда он находился на 128-м месте в топе. Первые часы и дни игры дали хороший результат. Прогресс 51-100. Спустя 3 дня демон был пройден за 13243 попытки. С огромным флюком 71%. Напомню, что Zuprim всего 4 месяцами ранее прошел Stereo Madness, а его 50-м демоном уже стал Нифлхейм. Сразу после этого он приступает к более сложному демону, Wavebreaker, на который тратит 11 дней и целых 26374 попытки. Как и с прошлым экстримом, Zuprim'у удалось влюкнуть прямо 73%. Без какого-либо перерыва игрок продолжает свои прохождения, уже с действительно сложным легендарным демоном Bloodbuff, попутно тренируя различные челленджи и Sonic Wave, уже сразу устанавливая 76-100 и другие неплохие прогрессы на частях с волной. Невероятно. В этот же момент на канале Zuprim'а появляется новая рубрика Random Demon Commentary, в которой он проходит различные демоны в живом формате. 21 день марта был потрачен на прохождение Bloodbuff'а. Каждый день Zuprim тратил по 5 часов на это, что действительно немало. На прохождение ему понадобилось почти 30 тысяч попыток. Оно стало самым длительным для Zuprim'а. Демон, который многие проходят месяцами, поддался Zuprim'у довольно быстро, при не самом большом количестве времени в игре. Сам игрок рассказывает, что он почувствовал, что является действительно скилловым игроком, и это дало ему огромное желание играть дальше и повышать скил. В этот же день он поставил 63% на более сложном демоне Infernal Abyss, а пока делал последующие рекорды, проходил более легкие уровни. Infernal Abyss был пройден спустя 2 недели, 2 апреля. Также занимало количество попыток, 21 тысячу. После прохождения Infernal Abyss, Zuprim' приступил к прохождению демонов из основного топа, топ-50. Он сделал большие прогрессы на Glowy, 50-100 и 56-0, 29, 94 и 50% на Auditry Breaker, но первым демоном из топ-50 стал Catalyze, который был пройден 30 мая, после 12 долгих стримов и целых 46 тысяч попыток. Нужно упомянуть, что после 50% Zuprim имел почти 400 сливов, наихудшим из которых было 2 раза на 96%. В тот момент Catalyze стоял на 47-м месте в топе. Спустя 2 недели он прошел приквел на Catalyze под названием Zavkile, стоявший уже на 41-м месте в топе за 26 тысяч попыток. Zuprim решил немного разнообразить свои прохождения и начал выполнять реквесты от подписчиков, проходя и легкие, и сложные демоны. В конце июня игрок приступает к еще одному более сложному демону, почти из топ-20, совершая огромный прыжок Zavkile. Прогресс за прогрессом, и ему это удается. Он проходит у Roboros. На прохождение было потрачено 43 дня и 38 тысяч попыток, причем был совершен флюк 76% на довольно длинном, почти 3-х минутном демоне. Невероятное достижение, которое было совершено спустя 10 месяцев после покупки игры. После этого Zuprim решает пройти топ-10 демон. Выбор падает на Cognition. В конце августа он делает огромный прогресс 52-100 и рекорд 42%. А уже сейчас у него есть рекорд в 96%. Он случайно слился на последнем стрейтфлае. Сложность прохождения вызывает учеба, но даже с этим Zuprim тренирует уровень постоянно, уже имея на нем огромное количество попыток. 250 тысяч. Я думаю, что он пройдет этот демон уже в ближайшее время. Пожелаем ему удачи. Вот такой интересной и удивительной получилась история Zuprim. А теперь перейдем к небольшому интервью, где игрок ответит на интересующие меня вопросы. Сколько времени в GD ты играешь сейчас? Отличается ли этот показатель от прошлогоднего? В первый год каждый день я играл по 4 часа. Сейчас из-за школы я играю чуть поменьше. Почему ты решил начать играть в GD? До GD я всегда играл в игру Trials Fusion. В этой игре такая же система рейтинга демонов, где пользовательские уровни намного превышают сложность основных. Так что меня сразу привлекла GD, поскольку эти игры казались очень похожими. Множество лет назад я искал онлайн-ник. В интернете я начал искать слова, которые являются синонимами или похожими на величайший или идеальный. В конце концов я нашел слово Supreme. Я попытался использовать его в League of Legends, но название уже было занято. Поэтому я просто поменял букву S на Z. Как хорошо ты узнал комьюнити за это время? Знаешь ли ты какие-то важные события, которые происходили в игре? В самом начале я не знал об игре почти ничего. Но сразу я начал смотреть видео с Си, чтобы познакомиться с историей GD. Сейчас, когда я играю уже 14 месяцев, я знаю почти все, что нужно знать о забытиях и игроках, поскольку я всегда был очень активен в поиске информации. С кем в комьюнити ты общаешься чаще всего? Поначалу единственным игроком, с которым я действительно общался, был Skyjax, поскольку он помог мне войти в игру, а также выбрал первые 50 демонов для меня. Сейчас я обычно разговариваю с двумя людьми, они относительно неизвестны. Это Уиллис и Джон. Было ли у тебя когда-либо желание покинуть игру? Конечно, у меня было несколько раз, когда мотивация падала и я брал перерывы. Но я никогда не думал о том, чтобы покинуть игру. Я планирую играть в нее еще долгие годы. Что ты планируешь пройти после Cognition? Из-за того, что Cognition стал для меня действительно сложной задачей, я не планирую пока проходить еще топ-10 демонов. Я буду проходить разные экстримы, пока не почувствую уверенность. Тебе когда-нибудь предлагали проверить уровень? Мне предлагали проверить уровень множество раз, но пока ни один из них не был действительно серьезным проектом. Надеюсь, что когда-нибудь мне предложат веревнуть что-то более хорошее. Насколько хорошо ты знаешь редактор? Пробовал ли ты что-то строить? Я пробовал строить что-то, в основном сосредотачиваясь на геймплей, но на самом деле это не то, что нравится мне. Я предпочитаю проходить уровни, чем строить их. Большое спасибо за просмотр. Надеюсь, вам понравилось это видео. Скорее всего, это уже последнее видео в этом году. Но если вы хотите увидеть итоги года, то можете написать об этом в комментариях. А возможно, вам и не нужно это видео, так как на канале часто обходят новости. Всех с Новым годом. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok